Сергею Сидорову 61 год, он охранник 39-й Рязанской школы. Его обязанность смотреть, кто входит в образовательное учреждение. На главной двери установлен домофон, два крыла закрыты на задвижке. В случае экстренной эвакуации их легко разблокировать и в то же время никто посторонний в школу проникнуть не сможет. За порядком Сергею помогают следить дежурные учителя. Общаться с родителями и учениками приходится самому. А это, как выяснилось, работа не из легких. Вышел на пенсию после службы в МЧС и с 2006 года занимаюсь охраной деятельности. В школе работаю третий год. Нет, в этой только два месяца. В основном шумно. Приходится как бы сдерживать свои эмоции, помогать, подсказывать и учителям, и воспитателям, ну и учащимся, естественно. В 39-й школе 860 учеников платят за охрану их родители. Каждый год заключается трехсторонний контракт с частным охранным предприятием. Дирекция школы только подписывает бумаги, выбирает, кто будет следить за безопасностью мамы и папы. О законопроекте, предлагающем охранять учебные учреждения сотрудникам Росгвардии, многие уже слышали. В каждую школу посадить по милиционеру, это, мне кажется, уже слишком. В принципе, у них работает, помимо этого, высшая крыша. ЧОП – просто единственный контроль поставить на должный уровень. Поставить критерий тем же самым ЧОПом, чтобы это были не бабушки-пенсионеры, а, допустим, определенного критерия мужчины. Мнение рязанцев также сводится к тому, что школы не должны охранять люди пенсионного возраста. Кроме того, они должны проходить определенную подготовку, и их работу необходимо контролировать. Конечно, подготовленные, если так-то. У них больше силы. Но если это на случай, если действительно что-то случится. Так-то, конечно, если все спокойно, в принципе, и бабушка там. Бабушка, она что делает? Чтобы лишний, на кто-то там чужой не зашел? А так, если что-то случится серьезно, действительно, она ничего не сделает. У бабушки кто не есть? Закрывают глаза половину. Пропускают, не видят. Должны люди специально заниматься этим. Частные охранные предприятия. Законопроект об охране школ Росгвардии внес в Госдуму член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Выстрецов. Новость эта, прозвучавшая 9 ноября, вызвала оживление, но такой инициативы ожидали. Напомню, тема безопасности в школах активно обсуждалась еще в октябре после событий, произошедших в Керченском политехническом колледже. Эти кадры сняты во время учений бойцов СОБРа. Что бы ни говорили в пользу частных охранных предприятий, профессионально подготовленные люди, постоянно проходящие подготовку, все же смогут лучше защитить школу, чем бабушка-вахтер. Однако окончательное решение, кому охранять школы за депутатами Госдумы. Законопроект только в стадии обсуждения. Если он и будет принят, то уже в 2019 году.